на прямую скажу так загадки марса марс вообще популярен и загадки марса тоже периодически популярны и хотелось бы поговорить про загадки будущего точнее те которые загадки сейчас но в будущем они должны быть разгаданы и то есть те задачи которые стоят перед учеными мы сделаем здесь небольшой в начале будет небольшой такой обзор прежних загадок о которых там кроме каналов наверное на марсе о которых некоторые журналисты например или там часто думают что это по-прежнему загадка там например вода на марсе тогда как там загадок в общем с ней уже нет там уже какие-то другие более углубленные вещи или жизнь на марсе это тоже сложно сказать загадка это не загадка пока ответа нет точнее правильный вопрос но все правильный ответ на вопрос если жизнь на марсе будет теперь есть потому что на наших марсоходах она туда точно прилетела так что теперь жизнь на марсе есть это наша жизнь про жизнь будущую мы еще точнее жизнь местную марсианскую мы еще поговорим и начнем одной из первых загадок которые наверное наиболее сильно взволновало общество были каналы на марсе в общем первые телескопы когда они только появились когда человек только стал смотреть на крестные звезды и планеты первое что в общем то успел рассмотреть на марсе были полярные шапки вот достаточно заметные белые области на полюсах марса ледяные было понятно что это лед на марсе также видны были темные пятна и было понятно что чем-то марс наверное похож на землю но тогда думали что темные пятна это моря примерно к концу 19 века быстро поняли что это не моря но к концу 19 века новое поколение телескопов дало новую загадку так называемые как раз каналы ученые астрономы и любители смотрели на вас и некоторым из них казалось что вот эти пятна которые наблюдаются на поверхности связаны тонкими линиями и считалось что да вот возможно марсе они накопали эти линии а к тому времени еще заметили что в зависимости от сезонов меняется размер полярной шапки то есть понятно летом полярная шапка сокращается зимой увеличивается и решили ну вот лето наступает льды тают и вода по этим каналам устремляется к марсианскому экватору чтобы питать города марсианские марсианской цивилизации это было популярно в начале 20 века уже прошлого нашего века и даже к тому моменту когда нас а американское космическое агентство запустила первый космический аппарат который наконец сумел сфотографировать первую поверхность марса маринер 4 даже его фотографии американское космическое детство пыталась пристроить вот на похожую карту марса то есть где были нарисованы каналы и оказалось что никаких следов от этих каналов вообще и это была первая загадка которую о которой можно забыть на марсе нет каналов там есть русло речные действительно есть каньоны но ни один из них никак не привязан к тем картам марсианских каналов которые рисовали в прежний год про это можно забыть следующая загадка но это конечно больше в такой публичной сфере там в культуре в сми в кино в книгах обсуждалась эта тема марсианское лицо она появилась на фотографиях впервые было сфотографировано уже с около марсианской орбиты космическим аппаратом викинг и вот слева мы видим фотографию которая очень долго обсуждалась немало про нее написали книг на хороший фильм сняли например миссия на марс по технической части там ну вот что-то похожее показали но потом полетели новые космические аппараты с более хорошей оптикой и и сфотографировали нам это лицо на котором не осталось никаких признаков разумной деятельности чтобы мы могли предполагать что это сознательно созданное лицо реально конечно это просто элемент рельефа просто который на при определенном освещении показался похожим на лицо сейчас по-прежнему есть люди которые разыскивают на поверхности марса на современных фотографиях там с марсоходов со спутников что-то похожее и периодически там на рендер в комсомольской правде можно встретить публикации на тему там нашли марсианский статую на марсе нашли даже была статую барак обама нашли на марсе про трампа пока ничего не нашли в общем и периодически это появляется на комсомольской правде была даже новость нашли ангела на марсе причем такого светящегося а то что это блестел кусок теплоизоляции которая отвалилась от спускающегося космического аппарата про это забыли читателям рассказать но неважно с следами цивилизации на марсе мы можем говорить совершенно уверенно на вас и до нас до нашей цивилизации никого не было там нет заброшенных городов там нет пирамид нет сфинксов нет даже упавших летающих тарелок по крайней мере достаточно больших может метрового размера может где-то есть а метров 10 диаметре ее уже нашли так что скорее всего никого там до нас не было ну понятно до нас мы сами еще как люди как биологический вид там не побывали но наша цивилизация уже оставила свои следы на марсе марсоходы проехали по поверхности красной планеты и мы единственные инопланетяне на этой на марс идем дальше полярные шапки я уже сказал что они наиболее заметны даже в небольшие любительские телескопы этим летом марс будет близко так что доставайте свои телескопы если они есть можно бинокли любую приближающую оптику можно доставать конечно в бинокли в небольшие телескопы марс будет виден как очень яркая рыжая оранжевая пятнышко яркий источник света обычным глазом будет яркая красная звезда возможно на телеканале рэнтв нам снова расскажу что к нам приближается планета нибиру каждые два года когда происходит сближение с марсом такие разговоры в интернете поднимаются но если взять средний телескоп или даже такой достаточно большой но любительский телескоп мы увидим полярные шапки в данном случае конечно съемка уже не через телескоп с около марсианской орбиты и люди достаточно быстро заметили что зависимости от сезона размер полярной шапки меняется зимой откладывается снег и лед летом все это дело так и сначала думали что это вода отсюда родились каналы отсюда родилось это представление что марс орошается вот такими сезонными сезонным таями льдов к середине к середине 20 века уже даже до начала космонавтики при помощи спектроскопии определили что скорее всего эти полярные шапки из сухого льда углекислота замерзшая сухой лед последнее время тоже в новостях неоднократно упоминался но на варсе его много по сути атмосфера состоит из углекислоты по большей части и когда наступает достаточно холодно вымерзает и ним конденсируется в тех местах где достаточно холодно холоднее всего на полюсах и тогда решили что ну значит все полярные льды на марсе углекислотные кстати тогда родилась идея что если мы их разбомбим термоядерными бомбами они напитают атмосферу станет парниковый эффект станет тепло про это тоже несколько лет назад активно обсуждали там американские предприниматели илон маск это на телевидении упомянул и все начали там маск предлагает бомбить марс за маска это в прочитал это написано все это предлагалось 50 лет назад когда первые ядерные термоядерные бомбы изобрели как раз когда думали что марсианские полярные льды состоят из углекислоты потом полетели новые космические аппараты они провели новое исследование в частности марс экспресс такой европейский космический аппарат полетел на российской ракете кстати полетел там российские приборы некоторые научные были он определил что марсианская полярная шапка состоят из двух типов льда там есть и водяной лед и углекислотный и сезонное изменение льда вот это вот зимнее увеличение полярной шапки это прежде всего углики это действительно углекислота но когда наступает лето для углекислоты температура уже уже высокая и она испаряется сублимирует и тогда остается уже вода летняя полярная шапка марсианская состоит из водяного льда и здесь как раз разница еще следующая тема вода на марсе и здесь продолжение этого если вот этот слой сезонный слой углекислоты на марсе за год у за зиму накапливается примерно до 8 метров толщиной в общем достаточно много и по площади дальше большой объем и кажется что это прям так солидно то вот это небольшое пятно водяного льда толщина его на южном полюсе три с половиной километра толщина на северном полюсе 1,7 километра ученые даже посчитали если мы возьмем просто вот полярные льды на марсе и растопим их сделать превратим их в жидкую воду нагреют до такого состояния то океан затопит весь марс на глубину 21 метр ну там конечно будут перепады высот но в целом вот если в среднем взять площадь марса то вот эта вода накопленная в этих полярных шапках ее хватило бы чтобы закрыть всю эту площадь на 21 метр так что вода на марсе есть еще одна загадка которая когда-то была это загадка происхождение так называемых метеоритов класс шерготит ученые когда устали собирать принципе накапливать метеориты которые прилетают на землю из космоса стали видеть что они отличаются по свойствам по составу построению и разделили на несколько подразделений и один из классов этих метеоритов по составу по геологическому по топородикам для которого он состоит очень напоминала марс поверхность марса геологическое устроение поверхности марса но доказательство доказать что это все-таки камень прилетел с массов пока не было но всеми шестом году полетел космический аппарат викинг я про него уже говорил но это была орбитальная часть которой лица она снимала на марсе а было бы спускаемый аппарат спускаемый аппарат про исследовал газ из которого состоит атмосфера марса причем достаточно высокой точностью и определил изотопы не просто газ но изотопы каждого отдельного элемента и оказалось что вот этот состав марсианской атмосферы точно соответствует составу газа который находится в пузырьках именно этого типа метеоритов ну просто внутри камня есть пузырьки в них есть газ если его проанализировать окажется что он полностью соответствует атмосфере марса то есть у нас есть марс который прилетает к нам сам с марса каким образом это происходит очень просто на марс падали и падают большие астероиды но большие час не падают мелкие падают когда полы в достаточно большая станет происходит достаточно большой взрыв который выбрасывает часть породы марсианской космос со старой космической скоростью так что они улетают от марса начинаем свой путешествие вокруг солны сала солнечной системе и некоторые из них прилетают на землю в результате их много астероидов раньше продолжала chat какой-то из них падают на землю но сегодня около 100 камней, найденных на Земле, доказанно относятся к Марсу. То есть это являются фрагментами Марса. В общем-то, сейчас Марс можно даже купить в качестве сувенира. Вот здесь в сувенирной лавке есть метеориты, но это именно метеориты, остатки астероидов. А марсианские метеориты тоже можно найти на ebay или в России, в принципе, есть кто этим занимается, и приобрести себе кусочек Марса. Но, правда, по курсу где-то Марс идет где-то 500 долларов за грамм. Достаточно дорогой, но зато интересный сувенир. Так вот, ученые взяли этот кусок Марса, здесь конкретный, но в целом это можно попробовать с любым, и обнаружили внутри вот такую интересную структуру. Она там не одна такая была, вот видно, напоминает какую-то палочку бактерий. Правда, она в размере была в 10 раз или даже в 100 раз меньше нормальной бактерии, земной, по крайней мере. Поэтому некоторые сразу сказали, что, наверное, ребята, это все-таки не бактерия. Но люди, которые это сделали, провели вот это сканирование в электронном микроскопе, они предположили, что это окаменелая марсианская бактерия. То есть, мы видим окаменелого марсианина. Но нашли другие ученые, которые сказали, погодите, я точно такое же видел, и они приложили вот такие изображения, и это найдено в земной вулканической породе, недавно выброшенной, с большой глубины из недр земли. Это минерал, содержащий органические вещества, но при этом не имеющий никакой связи с биологическим происхождением. Про органику мы еще сегодня поговорим больше. Но что такое органика? Нам часто можно подумать, что это как-то связано с организмами, но это связано, как кирпичи, связанные с домом. То есть, по крайней мере, с кирпичным домом. Мы состоим из органики. Мы живые существа на основе органических соединений. Но органики, органика больше, органических соединений больше тех, которые входят в состав организмов. Это, в общем, историческое такое название, потому что организмы состоят из органики, но не всякая органика состоит из организмов. По сути, органика – это соединение углерода и водорода. Иногда она включает в себя еще какие-то элементы, но это просто углерод и водород, которые просто так природа сложилась, что они очень хорошо и быстро вступают в различные, совершенно различные соединения. И в том месте, где у нас будет найдется углерод и водород, мы найдем и органику. И совсем не обязательно, что в этом месте был кто-то до того, как мы туда прилетели, искать кого-то. Так что, дальше пойдем еще по воде. несколько лет или даже лет 20 назад говорили очень много по поводу воды на Марсе, по поводу целесообразности, необходимости поиска воды на Марсе. И всегда говорили одну и ту же формулу. Вода – значит жизнь. Жизнь не может быть без воды, так что, если мы найдем воду, почти наверняка мы найдем жизнь. Так вот, на Марсе нашли воду, потом воду нашли на Луне, потом оказалось, даже потом воду нашли на Меркурии, самой близкой к Солнцу планете. Даже там, на полюсах, в кратерах нашли водяной лед. Так что, вода есть почти во всей Солнечной системе. Наверное, во всем космосе ее должно быть достаточно много. И, ну, понятно, не везде совсем, но в каких-то метеоритах та же самая вода есть. Более того, на Марсе ее достаточно много. Больше, чем на Луне, больше, чем на Меркурии, больше, чем на метеоритах. Что мы здесь видим? Слева это космический аппарат «Феникс», который в 2008 году сел в северном марсианском приполярье, копнул своим совочем марсианский грунт и оказалось, на глубине совсем несколько сантиметров найден белый, по сути, водяной лед. Он потом испарился, и камеры наблюдали, как он исчезает с каждым днем от того, что Солнце греет. Но это все равно приполярье, он делал это медленно. И космический аппарат сел в том регионе, где просто так полярные льды, о которых мы говорили, они находились еще севернее, еще дальше, ближе к полюсу. А он сел в таком, это где-то, наверное, в районе, можно предположить, в районе Мурманска или чуть севернее. Он сел, если мы наложим место посадки на земную карту. Там просто так лед не может находиться, потому что солнечные лучи еще достаточно, водяной лед, потому что солнечные лучи еще достаточно имеют большую энергию, чтобы его испарить. Но вот грунтом, чуть ниже, он есть. А потом ученые стали изучать снимки Марса из космоса, со спутников, и обнаружили, что похожие белые пятна есть гораздо дальше от полюса и ближе к экватору. По сути, в средних широтах, средние широты это район где-то в Сочи, например, то есть это довольно тепло. По земным меркам, по-марсианским, конечно, все еще холодно, но даже там под грунтом содержится водяной лед. И здесь мы видим спутниковый снимок падения метеорита на поверхность Марса. Метеорит раскидал поверхностный грунт, и оказалось, что ниже лежит белый лед. Причем это не просто какие-то соединения в грунте или там инии какой-то в грунте, а вот именно просто куски льда, которые распространены на большой площади и просто лежат на МАПсе, ждут нас, когда мы построим базу и будем пользоваться этой водой. Раньше воды на Марсе было намного больше, и следы ее деятельности можно найти почти по всей планете. Вот слева мы можем видеть такую большую речную долину, такую размытую, которая похожа на долины, например, Амазонки, но гораздо больше. И когда такие снимки, спутники стали присылать на Землю, люди подумали, и подумали, что, наверное, это какие-то достаточно кратковременные события, то есть на ледяной застывший и замерзший Марс падали большие астероиды, выделялось тепло, тепло приводило к таянию льдов, и эти гигантские цунами проносились по Марсу, оставляя вот такие следы. Но потом оказалось, что есть и другие элементы рельефа, и в данном случае здесь справа мы видим речную дельту в кратере Эберсвальде. По сути, что такое дельта? Дельта формируется в том месте, где река достаточно мощная, достаточно быстрая, которая несет много грунта с собой, впадает в стоячую воду. Море, озеро, и вот тот самый грунт, который вода несла, постепенно оседает по мере остановки скорости течения воды, он постепенно оседает на поверхности и формируется такая дельта, которая река с этой стороны, а дельта формируется уже такая в месте входа. Река, кажется, продвигает дальше сушу вперед, уже в море или в озеро. На земле таких примеров достаточно много. Дельта Нила, откуда, собственно, название слова дельта пошло, потому что треугольник такой буквы Д напоминает. Дельта реки Лена, например, дельта Волги, дельта Миссисипи. И на Максе есть такое, причем не в однократном варианте. То есть, а такие вещи, такие элементы рельефа формируются долго. Это нужно вода даже долго течь, постоянно, жидкая, постоянно нести эти частицы грунта, чтобы они медленно, постепенно формировались. То есть, вода на Максе, ее было не только много, она была не только жидкая, но она была долго жидкая. То есть, долго это в масштабе сотни тысяч лет, может быть, миллионы. В масштабе жизни планеты, 4,5 миллиарда лет, это все равно мало, это короткий период. В масштабе нашей жизни это, конечно, долго, но в целом это долго и в геологическом времени, потому что это заметный такой период времени. И, конечно, казалось бы, что вот если там есть органические соединения, если там была как минимум жизнь, возможность, была вода жидкая, и, возможно, ученые до сих пор многие надеются, что там была все-таки жизнь. Следующий этап после того, как марсоходы нашли следы воды, определили со спутников, определили, что она достаточно много распространена в грунте Марса, и у экватора Марса в грунте содержание воды достигает 5%, этого, в общем-то, много, а если двигаться к полюсам ее еще больше. Следующая загадка, которая стала перед учеными, есть ли в этой воде органические соединения. Может быть, не осталось ли кто-нибудь либо от прошлых микробов марсианских, либо были просто условия для того, чтобы там эти микробы зарождались. Для этого нужно было найти органику и отправились искать ее. Да, вот еще последний момент про воду. Возможно, на Марсе был океан. Это северное полушарие, ну, это глобус, и в верхней части в северном полушарии возможно почти все полушарие было заполнено водой. Причем, возможно, этот океан даже не просто испарился весь. Возможно, частично он замерз, его замесло тем же самым песком и грунтом, и вода, которая находилась в этом океане, она по-прежнему там. Просто она не плечется, а лежит большими кусками льда, которые распространены по огромной площади поверхности планеты. Кстати, если фильм «Марсиане» смотрели, ну, я надеюсь, ни один зритель смотрел, ни один слушатель смотрел этот фильм, там в фильме, чтобы добыть воду, он пережигал ракетное топливо. Причем, это топливо на самом деле довольно токсичное, и вот такой метод, который он использовал, оно не дает полного разложения на компоненты, на составляющие, поэтому какая-то часть этого токсичного топлива все равно витала у него там в его куполе, и, в общем, продолжения фильма бы уже не было, если бы он попытался сделать такое в реальности. Проблема того и фильма, и книги, которые про это рассказывают, в том, чтобы воду на Марсе добыть гораздо легче. Чтобы добыть воду на Марсе, достаточно лопатые ведра, и просто пойти куда-нибудь там в низину и накопать кусков льда из-под грунта. В лучшем случае просто накопать землю, поверху, землю, грунт, и нагреть его, и вода должна испариться, потому что 5% воды есть практически во всем грунте. Да, еще вода. И последнее место, где, наверное, будут искать марсиан. Как я уже показывал, полярные шапки достаточно, ну, занимают компактную область, именно водяные полярные шапки. Часть этого находится в воду, даже часть льда закрыта грунтом. Вот здесь в нижней части снимка мы видим трехмерную карту, ну, или карту рельефа, карту высот. То, что здесь синее, это не вода, это просто низина. То, что здесь красное, это не цвет марса, это возвышенность. И вот эта часть, вот она уже находится, мы видим, в разрезе. Разрез довольно некачественно изображен, потому что это радар, который излучает с высоты несколько сот километров, радар установлен на спутнике Марс Экспресс, излучает и получает отклик в радиофон от грунта и он видит два слоя. Верхний слой это кромка леда, которую мы видим здесь, в виде возвышенности. Нижний слой это грунт, это, собственно, поверхность Марса, на которой лежит полярная шапка. Так вот, в одном месте, возможно, таких мест будет еще все-таки больше найдено, в одном месте, ближе к краю полярной шапки, где-то в таком регионе, подо льдом, примерно на глубине полкилометра или даже больше полкилометра подо льдом, находится очень тонкий слой, который имеет необычное отражение в радиодиапазоне и ученые предполагают, что это вода, это жидкая вода, которая снизу что-то подогревает, лед тает, лед, который лежит на поверхности, в верхней части он по-прежнему лед, в нижней части есть прослойка воды. И вот там, наверное, я думаю, будет последнее место, когда ученые просмотрят Марс везде и не найдут никого, они скажут, ну ладно, на поверхности мы не нашли, а вот если мы пробудем на километр этот лед, то вот там жидкая вода, вот там они точно будут. Ну, это займет их еще лет на 10. на Марсе есть следы, признаки жидкой воды и на поверхности. Вот здесь серия снимков склона марсианского кратера, такой марсианский овраг. Вот в правой части будет возвышенность, в левой части нижняя часть, и серия снимков сделана в течение марсианского года, и видно, что со временем на склонах этого кратера появляются темные полосы. Причем они появляются весной, а к лету исчезают. На следующий год повторяется то же самое. Повторяется то же самое каждый сезон. Причем это не единственное место, это просто один из примеров, из одной из точек, которую снимали достаточно часто. И часть ученых предположила, что это ну, это не вода, конечно, не ручьи, как можно хотелось бы, но все-таки область сырого грунта. То есть грунт, который напитан жидкой водой или какой-то жидкостью, которая появляется с уходом зимнего времени и исчезает летом. Вода просто так на Барсе в жидкой форме выйти не может. Не потому, что холодно, но и в том числе, а потому, что очень низкое атмосферное давление. Если вы знаете или слышали, если подниматься вверх в горы, то можно заметить, что температура кипения воды будет понижаться. Там на высоте 5 километров в горах где-нибудь вода будет кипеть при температуре плюс 70 градусов. Хотя мы привыкли, что она при 100 кипит. Но чем ниже атмосферное давление, тем ниже температура кипения. И на высоте где-то 35 километров, если мы над землей будем подниматься, температура кипения воды достигнет нуля градусов. То есть любой плюс кусок водяного льда будет сразу превращать в водяной пар без фазы жидкости. Вот на Марсе 35 километров это марсианская такая профессия 0. Уровень моря то, что называется. То есть почти везде есть низины ниже и там температурный диапазон где-то вода может кипеть при плюс 10 градусах. То есть если мы воду выльем где-нибудь или там поставим в ведре какое-то время она еще будет сохранять жидкую форму. Но в большей части Марса давление низкое и вода просто так жидкой быть не может. Как же получается тогда, что здесь мы видим сырость и в то же время вода жидкой быть не может. Часть ученых предположила, что это вообще не вода, что это вообще не сырость, что это просто темный песок скатился вниз. Но проблема в том, почему это повторяется каждый год, почему цвет песка меняется примерно за полгода, он блевнеет, а потом повторяется снова и снова. Не похоже на песок. Тогда посмотрели на другую сторону. Во-первых, использовали достаточно новый прибор, так называемый гиперспектролин. Сложно долго объяснять, что это такое, но это просто большой телескоп, который позволяет не просто смотреть куда-то далеко, но и определять состав по его цвету. Мы знаем, что у разных предметов разные цвета, и если это анализируют при помощи его спектра, лучше нагреть вообще, оно здесь безнагрело все и там. В общем, это можно, этот прибор, эта технология позволяет определять, достаточно грубо, но все-таки геологический и химический состав поверхности. Так вот, оказалось, когда вот в этих местах формируются темные полосы, отклик или вот данные этого гиперспектрометра показывают добавление одного химического элемента. Первый, хлорадов, это соля хлоровой кислоты, которая, как мы знаем уже благодаря тому же фениксу, находится в грунте Марса, но в этот момент она наиболее хорошо заметна при помощи спектра, при помощи гиперспектрометра. И тогда ученые соединили одно с другим воду с перхлоратами и получилось, что если мы воду в воде растворим перхлоратами, как солью, вода будет сохранять жидкую форму при минусовой температуре. Вот этой зимой у нас не получилось насладиться подобным эффектом, но в целом зима, ленивые дворники не хотят убирать снег, сыпят все солью, и мы ходим по житой каше, несмотря на то, что кругом лежит снег и ничего не тает. Знакомая ситуация. И вот у нас то же самое, только другая соль. Раствор, то есть раствор, соль в воде, позволяет в воде поддерживать жидкую форму при минусовой температуре. И вот здесь как раз, когда становится достаточно тепло, чтобы получить вот этот рассол при температуре примерно минус 10, минус 20 градусов, появляется жидкость. Когда приходит лето и становится теплее, чем минус 10 градусов, там 0 или даже больше 0, температура поверхности Марса может опрыться и подниматься летом, то становится просто слишком жарко и все это дело высыхает. Вода испаряется и все до следующей весны. И это повторяется раз за разом. С этим в общем-то тоже разобрались. Теперь добираемся до органики. Органику неоднократно пытались искать на Марсе, но наиболее продвинутый космический эксперимент поехал, полетел на космическом аппарате на марсоходе Curiosity. В 2012 году состоялась посадка и у него был достаточно сложный прибор, который мог определять содержание органических элементов. И когда они первый раз его протестировали, оказалось, что органика есть. Они прям целую сенсацию из этого устроили, слухи ходили, большая презентация была, но когда звуки говорили, чуть ли не марсиан нашли. Там сенсация, войдет в учебник и так далее. Когда состоялась пресс-конференция, они сказали, ну мы там что-то нашли, но мы пока не уверены. и в общем было как-то непонятно. Сохранили тригум. Потом в научных статьях, в научных публикациях они написали причину. Оказалось, они исследовали свой собственный растворитель, который привезли на Марсе. Одна из емкостей растворителя этого, которым они собираются обрабатывать марсианский грудь, но было при посадке, видимо, и свой собственный растворитель они проанализировали и сказали, ну мы нашли марсианскую органику. Потом они поняли эту ошибку, поняли какой растворитель, поняли как данные от этого растворителя отделить от тех данных, которые они получают с поверхности Марса, и там в конце концов нашли собственно марсианскую органику. Она оказалась даже сложнее той, которую они нашли сначала со своим растворителем, так называемые хлорбензоны, такое бензольное кольцо, вот тут съела такая молекула, ее нашли в марсианском грунте, но определить связана ли она с марсианами, или это все-таки органика, которая самостоятельно сформировалась, без участия не просто разумной жизни, а жизни вообще, пока не смогли. Единственное, что они смогли, вот здесь мы видим несколько мест, где проводился забор грунта, и лишь в одном был показан достаточно большой пик содержания органики, то есть это точно подтверждение, что это не что-то местное, не то, что они с собой привезли, это конкретно какой-то определенный участок поверхности, соответственно, те участки поверхности, на которых нет, подобного значения, там уже были другие условия, был другой состав, и уже можно говорить, что в некоторых местах в какое-то время на Марсе были условия для формирования органики, она каких-то не была, но связан ли эта органика с жизнью, приборы периодики определить не могли, и сейчас ставится следующий эксперимент, тут тоже такая сложная картинка, в чем суть, некоторые органические соединения могут состоять из одних и тех же компонентов, и быть собраны в одних и в одной и той же форме, но некоторые могут быть такими же, собраны в той же форме, но в зеркальном отражении, то есть лучше всего этот пример показан на руках, то есть каждая рука состоит из пяти пальцев, но они отличаются, отличаются именно то, что одна является зеркальным отражением другого, то же самое бывает с молекулой, если исследовать молекулы не животного происхождения, не биологического, то окажется, что правые и левые это явление называется хиральность, правые и левые молекулы распространены примерно пятьдесят на пятьдесят, жизнь же, когда начинает вовлекать эти молекулы в свой обмен веществ, она их делит, и получается, что в одном случае каких-то, какой-то молекул какой-то одной стороны, правой молекулы или левой молекулы становится больше, причем становится намного больше, То есть, если мы можем сказать, что в этом грунте есть органические молекулы, мы не докажем, мы не можем сказать, что здесь была жизнь. Если же мы возьмем эти молекулы, отделим правые от левых и увидим, что одних намного больше, чем других, тогда можно гораздо увереннее говорить о том, что да, марсиатская жизнь здесь все-таки была. Потому что вот такое явление отделения или сепарацию, увеличение содержания в одном месте молекул с одним правой ориентацией или левой ориентацией больше, чем других, значит, прошел какой-то процесс, его отделивший. В неживой жизни такие процессы на сегодня неизвестны. Значит, в неживой биохимии, в неживом мире. А в жизни такое есть. И вот как раз эксперимент Экзомарс, это российский, европейский эксперимент, состоящий из нескольких космических аппаратов, его задача именно это выяснить. Вот буквально сегодня стало известно, что он полетит не в 20-м году, как в долгое время обещали, а в 22-м. Так что интриги по-прежнему сохраняются, мы знаем, что на Марсе есть вода, есть органика, но если там жизнь, пока ждем еще не меньше двух лет. Метан, тоже загадка, на сегодня тоже довольно актуальная, причем загадка с интригой, потому что часть приборов говорит, что метан на Марсе есть, а другая часть приборов говорит, что на Марсе его нет. И общее знание того, что такое метан, как он появляется и как он эволюционирует под воздействием внешних факторов, говорит о том, что просто так в атмосфере Марса метан бы не сохранился. Метан это основной компонент природного газа, если у кого-то дома есть газовая плита или конфорка, точнее водогрей, как его можно назвать, газом, и мы используем метан довольно активно. Газпром тоже активно использует метан, хотя называется природным газом, но по большей части там главный состав природного газа, главный компонент это именно метан. Метан это органический газ, и природный газ это тоже смесь органических газов, достаточно простой, и метана много в космосе, метан есть в кометах, метан есть на плутоне, метан есть в атмосфере Юпитера, метановые облака, дожди и реки текут на спутнике Сатурн-Титане, то есть метан есть много где в космосе, в Солнечной системе самый природный газ, имеет биологическое происхождение, то есть это результат поглощения одних животных существ с другими живыми существами, микробами, в результате которого выделяется органический газ, который накапливался в недрах, и мы сейчас им пользуемся. Метан на парусе наверное впервые зарегистрировали в начале 2000-х годов уже в 21-м веке, но тогда это еще было при наблюдении с Земли в телескопы. С Земли наблюдать атмосферу Марса и говорить, что там достаточно очень малая концентрация метана, вот здесь показатель виден от малого 0,5 до большого 30, это частей на миллиард. Если в каком-то объеме миллиард молекул различных газов, из которых состоит атмосфера Марса, вот одна из этих молекул, или до 30 этих молекул, это молекулы метана. То есть там, где 5 это мало, 5 частей на миллиард, 30 частей молекул метана на миллиард, это уже много, как мы здесь видим. То есть при такой достаточно малой концентрации определить его достаточно точно через земную атмосферу, в которой содержание метана, наверное, побольше даже, ну, довольно сложно. Поэтому сомнения оставались. Потом полетели космические аппараты, Марс экспресс, тот же самый, о котором уже упоминалось, сумел тоже подтвердить, что да, в атмосфере метан наверное есть. На марсоходе Curiosity точно так же тот же самый прибор, который изучал грунт марсианский, он также может изучать атмосферу, и он точно так же насчитал даже сезонный перепад метана. Вот здесь красные точки это содержание кислорода, очень круглые содержания кислорода, квадратики содержания метана. И по временам года, от весны, где довольно низкий показатель, к лету показатели содержания метана повышаются, и потом снова содержатся к зиме. И казалось, вот же, значит, какой-то процесс к лету приводит к выделению метана из грунта, потом его концентрация спадает. Метан вообще сам по себе просто так не может летать в атмосфере марсо, потому что он распадается под воздействием солнечного ультрафиолета. То есть, если бы он просто когда-то в древности сформировался на Марсе, то он бы на наших дней просто не дожил. Соответственно, какой-то процесс регулярно, как мы видим по данным криосики лета, выбрасывает металл в атмосферу Марса, где он потом постепенно рассеивается, и каждый год повторяется этот процесс. Учитывая это, европейские и российские ученые снарядили специальный спутник, тоже Экзомарс. Экзомарс, там и марсоход есть, и спускаемый аппарат, и орбитальный аппарат. Вот орбитальный полетел в 2016 году, и у него были самые точные приборы. Два для надежности, один российский, один европейский, который позволял определять концентрацию гораздо более низких, в низком процентном соотношении, чем даже одна часть на миллиарда, два прибора делали одну и туру с точностью гораздо превышающей наземные телескопы. Летали-летали, целый год они летали, даже марсианский год, а это два земных года, и ничего не нашли. То есть, они нашли какие-то данные показали признаки существования метана, но вот прям на грани погрешности, который давал, на грани на пределе чувствительности, который давал их прибор. То есть, прибор точнее, чем все, что было до этого, который ничего не показал, хотя менее точные приборы показывали содержание метана. Единственное, что они говорили, то, что у них более-менее уверенные показания до, точнее, от высоты 35 километров и выше. Этот спутник он смотрел сверху и регистрировал то, что находится в верхних слоях атмосферы, а то, что было в нижних, он уже определял не с такой высокой точностью. И они сказали, ну, возможно, где-то там внизу вот то, что насчитал Curiosity, оно все-таки там может быть совсем другое. Нужно другие приборы посылать. И вот на экзамарсе на марсоходе должен быть такой прибор или на спускаемом аппарате, который в России даже разрабатывается. Ну, мы сейчас тоже про аппараты еще поговорим. То есть, про метан тоже по-прежнему ничего неизвестно. И это интрига вот прям уровня воды на Марсе. Если раньше воду искали, сейчас такая же загадка метана. Идем дальше. Пылевые бури марсианские. Тоже достаточно известное событие. Происходит глобальная пылевая буря. Происходит примерно раз в 10 лет плюс-минус. И до конца точной модели, предсказывающей это событие, нет. Обычно на Марсе ветреная погода бывает либо весной, либо осенью. Это связано как раз с полярным ледом. Если зимой полярная шапка намерзает на новом полюсе, к весне она начинает таять, появляются огромные объемы газа, которые, по сути, перемещаются уже к другому полюсу и начинают конденсироваться, оседать и не там. И это в кругу происходит каждый год. Это повышает число локальных пылевых бурь. Но вот такому глобальной пылевой бурь, когда пылью затягивает просто всю планету, это приводит примерно раз в 10 лет. И до конца модель формирования вот именно такого события ученые не определили. Они почти угадали. Вот последняя полевая буря, которая была год назад, она была предсказана, мужчины сказали, что вот почти наверняка оно произойдет. Проблема была в том, что они то же самое говорили за два года до этого. И говорят, вот почти тоже наверняка оно произойдет. И оно не произошло. К следующему они говорят произойдет и оно произошло. Ну, как бы угадали, но наверняка и здесь еще интрига сохраняется в модели того, почему это происходило, пока не на этом. Про магнетизм. Марс не имеет своего магнитного поля, такого, как есть у Земли или у Юпитера, например. У Земли есть свое магнитное поле, которое генерируется земным железным ядром, которое в центре Земли находится за счет движения жидкого железа в этом мире генерируется по принципу как магнитное динамо или просто как генератор электрический, который вращается, формирует вокруг Земли магнитное поле. Оно, в общем, помогает, оно отклоняет часть солнечных частиц, защищает международную космическую станцию, околоземные спутники от избытка солнечной радиации. В общем, полезная штука, хотя добавляет радиационного облучения пилотам, которые летают над полюсами, потому что там сходятся линии магнитного поля, но это, в общем, деталь. И на Земле есть такое явление, которое, в общем, видно и на Марсе. Это остаточная намагниченность или линии остаточной намагниченности. В районе Атлантического океана формируется новая земная кора и вот движение молодой коры постепенное, которое происходит там сантиметры в год и за тысячелетия набирается много, в этой коре в молодой породе то, что называется вмораживается или остается магнитной линией в том направлении, которое было в тот момент, когда формировалась эта кора. И что было, что заметили на Земле, определили благодаря этому явлению, и что заметно на Марсе, примерно раз в несколько сот тысяч лет направление магнитного полюса меняется. Северный полюс становится южным, южный становится северным. Про это люди тоже рассказывают, правду, там они понимают, как будто Земля вся переворачивается. Но это немного не так, просто меняется направленность магнитного поля. По сути, для человека вряд ли мы это почувствуем, у нас нет такого органа. Для нас изменение будет только в том, что стрелка компаса будет показывать в противоположную сторону. Но сейчас ученые говорят, что возможно этот процесс происходит прямо сейчас, перед полюсовкой так называемой. и мы знаем, что на Земле это точно происходило раньше и также знаем, что никакого влияния на биологическую жизнь это не оказывало. Так что бояться ничего не стоит. Ну, хотя бы со спутниками, с электроникой какие-нибудь проблемы могут быть, но будем надеяться, что мы с ними справимся. В чем суть? Такие же полосы остаточной гнобниченности точно с таким же изменением замечены на Марсе. Определены при помощи космических аппаратов, которые вокруг Марса летали. Это значит, что когда-то на Марсе было магнитное поле, и была тектоника плит. Как и на Земле. Ни того, ни другого сейчас на Марсе не наблюдается. И загадкой является почему. Что случилось с марсианским ядром, что сначала оно генерировало магнитное поле, а потом перестало. Есть гипотезы различные, как правданы связаны с падением какого-нибудь большого астероида, который все сломал и все испортил. И в том же самом фильме, о котором я говорил, миссия на Марс, там о том же самом, что большой астероид упал на Марс и все испортил. Но скорее всего этот процесс был более долгий и носил растянутый во времени характер. Но мы наблюдаем его результаты. Безжизненная планета. Наверное, что-то на ней страшное произошло. Это могло длиться миллиарды лет. Хотя есть гипотезы, мне нравится, о том, что раньше на Марсе был свой спутник большой, была своя Луна, которая в конце концов упала на Марс. Причем и тогда все стало плохо. И стало плохо и в результате падения, а из-за того, что не стало Луны. Но это отдельный разговор. В общем, нам, можно сказать, повезло, что у нас есть Луна. И только поэтому мы сейчас тоже про это поговорим. Так что можем радоваться, что она у нас есть. И возвращаться домой после лекции, посмотреть на нее и пребываться. Хотя сейчас мы можем с ней делать только это. Но в будущем надеюсь, что будет еще. Опять-таки слетаем туда. Про ядро надо сказать. Вот то же самое, как раз, о чем я и говорил. Что происходит с ядром? Жидкое ли оно? Есть ли там движение или нет? На сегодня это загадка. Ее решает существующий уже приморсившийся космический аппарат InSight. Но пока ответа нет. Там два прибора есть, которые предназначены для этого, для исследования марсианских недр на полную глубину. Один из них сейсмометр. Но ему нужен достаточно мощный сейсмический толчок, который пробил сейсмическую волну до ядра и обратно, чтобы он ее сумел почувствовать. Пока такого столкновения или такого землетрясения на Марсе не было, поэтому мы все еще ждем, чтобы посмотреть, ну так, в кавычках, конечно, посмотреть с глубины Марса, но необходимые приборы, которые уже смогут это сделать, уже там стоят, и мы подождем результат. морсотрясения. И вот про морсотрясения. Вот здесь мы видим график, в правой части это магнитуда, то есть мощность колебаний, в левой части частота, количество зарегистрированных морсотрясений. Вот этот график, вот этот коричневый, это то, что на сегодня реально считали, то есть самых мощных меньше всего, это меньше 4 баллов или около 4 баллов. Не так уж много, но, хотя, наверное, баллы неправильно говорить, магнитудой 4 правильно говорить, чем мерких всяких морсотрясений зарегистрировано больше. Если экстраполировать это, растянуть те маленькие данные, которые были зарегистрированы на одной точке марсианской поверхности на всю планету, тогда получится, что Марс более активно, более сейсмически активно, чем это предполагало. Здесь красная линия это то, что предполагали ученые, а вот это желтое это то, как, вероятно, марсианскую поверхность трясет. То есть Марс оказался более сейсмически активным, чем ученые предполагали. Это тоже совсем недавний результат, буквально месяца два опубликовали эти данные, но уже не загадка, хотя тут исследований впереди еще будет достаточно много. Про марсианские вулканы надо сказать. Вот как раз когда ученые анализировали все эти марсотрясения, оказалось, что некоторые из них присущи тому месту, где раньше на Марсе был вулкан. сейчас снимок из космоса, вот это Марсианский Олимп, самый большой вулкан в Солнечной системе. Здесь мы видим серию вулканов, вот он самый Олимп, вот три поменьше, но все равно каждый больше, самый большой горы в Земле. Сейчас вулканы спящие. Вот это интересное явление, которое наблюдали примерно год назад несколько спутников, полосу белую, тянущуюся от одного из вулканов, скорее всего, нет, это даже не скорее всего, это наверняка не извержение вулканов, хотя издалека и похоже. Это облако, просто необычно сформировавшееся облако, которое, ну тоже в общем можно сказать загадка, как оно появилось, хотя общее представление того, как они происходят понятны. Даже вот такие облака, формирующиеся у самой большой горы, у Олимпа, они в общем-то и позволили определить достаточно примитивные телескопы, что это действительно гора. Ему название дали Олимп, а белые пятна, которые там замечали, называли Никс Олимпика, то есть снега Олимпа. Они видели облака, которые формируются и задерживаются длительное время у вулкана, думали, что это гора, покрытая снегом, дали этому белому пятно название Олимп, а потом оказалось, что угадали, что это действительно гора, но никакого снега там нет. Извержений сейчас на Марсе тоже нет, но последние данные говорят о том, что возможно извержения были несколько миллионов лет назад. В масштабе жизни планеты, которая насчитывает несколько миллиардов, это совсем небольшой временной отрезок. И возможно извержения на Марсе будут в будущем, так что он еще не совсем вулканически мертвая планета. И вот увеличение, точнее определение, что он более сейсмический активен, чем считалось ранее, намекает, что возможно когда-нибудь что-нибудь где-нибудь и бабахнет, но конечно не в таком масштабе, чтобы породить такой гигантский вулкан. Про наклон марсианской оси. Насколько мы знаем, все видели, ну я надеюсь все видели, это больше вопрос к нашим слушателям, видели глобус Земли в школе или не в школе? Видели, что он наклонен? Как под углом расположен, ось его обращения? Это потому, что именно в таком положении наклон Земли и планета вращается в таком состоянии вокруг Солнца. У Марса все примерно так же. Если у нас 23 градуса наклона на Марсе 25, то есть современное положение Марса примерно вот такой угол его наклона. Но есть некоторые данные, которые говорят о том, что раньше Марс имел гораздо большие углы наклона вверх и вниз, либо имел более сильную наклоненную до 45 градусов ось вращения, либо вообще ближе к вертикальной. Какой эффект, какое явление приводит его к тому, что его туда-сюда качали? До сих пор неизвестно, но есть гипотеза, что это, точнее, есть гипотеза, почему у нас такого не происходит. Если бы у нас на Земле такое было, то наша Земля, наша жизнь была бы совсем другой. Ее было бы гораздо меньше, потому что это, в общем, катастрофические события. Конечно, на Земле были ледниковые периоды, когда льдом затягивали гораздо большие участки. Это Марс, конечно, но это тоже марсианский ледниковый период дорисован. Земля, похожим образом, раньше затягивала льдом на достаточно большие широты, в том числе почти до Черного моря все было покрыто льдомом, в том числе и Москва, территория, на которой потом появилась Москва. Но все равно на Марсе, вероятно, на Земле это происходило не потому, что изменялся наклон вращения земной оси, а на Марсе такое, вероятно, происходило и последствия этого наблюдаются на ее поверхности. Вот, например, если сильнее наклонить ось вращения Марса, то мы получим, увидим, что полярных шапок нет, а снег откладывается совсем в других участках, которые сегодня близки к экватору. И действительно в тех местах, где, предположительно, при таком наклоне оси вращения Марса действительно находят залежи, то, что называется погребенные, то есть засыпанные марсианским песком, действительно находят залежи достаточно большие и достаточно далеко от полярных шапок, что дополнительно подтверждает вот это изменение наклона оси Марса, которое периодически происходит, но сейчас он близок к земному состоянию. Теперь про нынешних и будущих исследователей. Про спускаемый аппарат InSight я уже говорил, вот здесь нарисован еще снимок эта картинка до полета, здесь нарисован изображен сейсмометр, который вынест специально отдельно поставил, чтобы работающие приборы не мешали его работе. Ему еще сделан специальный колпак, который накрыл сам прибор, чтобы защищать от ветра, чтобы лишние возмущения атмосферы не вносили шум в данные, хотя он должен слушать недра. Проблема у них возникла вот с этим прибором, который тоже вынесли отдельно. Была, она есть, свая, которая должна была пробить грунт на глубину 5 метров, протащить ленту с температурными датчиками и определить, как происходит обмен, изменение температуры, то, что называется температурный ингредиент от поверхности к недрам. Но, к сожалению, там проблемы возникли, он не смог углубиться дальше, там, 35-40 сантиметров, и сейчас они с этим мучаются, может быть, намучаются, но вряд ли они его достаточно глубоко смогут внедрить в Марс. Но это вот как раз задача на сегодня. Но это не самый главный прибор, поэтому вопрос с марсианским недром, вопрос с недрами, с распределением геологических слоев в недрах Марса, там, кора, мальти, ядро верхнее, нижнее, если между ними какие-то переходные слои, все эти ответы должны быть получены при помощи сейсмометра и там еще один прибор на поверхности на корпусе установлен аппарата, они все должны подпомочь этому, и сейчас просто ученые нормально работают, ученые находятся в состоянии накопления данных и новости, которые будут периодически приходить, но через год-два что-нибудь мы узнаем, и я надеюсь, это будет довольно интересно, это будет как раз отгадка на те загадки, о которых мы здесь говорили. Трейсгаз орбита проекта ExoMars летает до сих пор, я про него говорю, что у него там есть два прибора российских, два прибора европейских, они занимаются исследованием атмосферы Марса прежде всего, и вот они как раз ищут в том числе обыгадку на загадку метана. Они надеялись разгадать ее при помощи этих приборов, но оказалось, что внесли новых загадок, по крайней мере с тем, что где метан, почему его нет, там, где хотели найти. Про марсоходы, сейчас буквально недавно на днях космическому аппарату марсоходу Mars 2020 дали название, теперь это Perseverance, это переводится как настойчивость, до этого Curiosity это было любопытство, теперь настойчивость. Он сильно похож на Curiosity, у него другой состав приборов, другие колеса, у Curiosity проблемы с колесами возникли, они стали дырявиться у марсианских острых камней, и немного изменили конструкцию марсохода, у меня там в интернете спрашивали, из чего, из какого сплава теперь сделаны эти колеса, я отвечал, что из сплава алюминия с настойчивостью, потому что материал тот же самый, просто немного конструкция изменилась, больше вот этих ребер-шёсткости, которые являются протектором, добавили. Ну, в общем, Curiosity до сих пор ползает, даже с пробительными колесами, не такая страшная повреждение. А вот состав научных приборов отличается. Если Curiosity был больше геологом, был химиком, это марсианская научная лаборатория география, его официальное название, то этот будет, в общем, тоже геологом, но он будет уже геологом-собирателем. Если лаборатория, задача лаборатории проводить анализ прямо на месте, то это один из главных приборов, который у него будет, даже не прибор, а инструмент, это собиратель марсианских камней. Ну, точнее, это будет бур небольшой, где-то до 30 сантиметров он будет бурить марсианскую поверхность и собирать керны, то есть такие столбики, высверленные столбики марсианской породы, складывать их в отдельную баночку, потом эту баночку, видимо, где-то в чистом поле оставят до лучших времен. До тех времен, пока ученые НАСА не выделят достаточно миллиардов долларов на новый проект, но они почти выбили, по крайней мере, сейчас его уже официально утвердили, возвратная программа, то есть отдельно прилетит космический аппарат, сядет, возьмет эту баночку с собой и увезет на Землю. Ученые так получат снова камни Марса, но при этом те камни, которые есть сейчас, они как бы хаотично вылетали из разных участков Марса, и мы не знаем откуда точно каждый камень пролетел здесь же. Ученые соберут именно те амбассы, которые захотят, ну, по крайней мере, из тех, что встретят по пути этого марсохода, и получат гораздо более точные, гораздо более интересные данные. В том числе, возможно, и с марсианскими микроорганизмами или со следами, которые они оставили за миллиарды лет, если они там были. Ну, в общем, ответы будут довольно интересные и исследования будут тоже достаточно интересные. И вот, сегодняшнее расстройство. Очень ждали, что марсоход Розалинт Франклин и полетит на Марс, и сядет на Марс при помощи спускаемого аппарата Казачок производства НПО Лавышкина в Химках, вот здесь они вместе нарисованы. Вот эта нижняя часть это собственный Казачок, верхняя часть Марсоход, который съедет. Казачок останется исследовательской станцией стационарной, там будет исследовать, регистрировать показания в атмосфере. А Розалинт Франклин это Биомор, Марсоход Биомор теперь уже, который будет ездить по Марсу, вылить его на глубину до двух метров и искать тех самых Марсиан при помощи вот этих хиральных молебил. То есть, он может искать, определять хиральность органических веществ, тех, которые найдет, и уже тогда сможет сказать более уверенно, появились ли органика в результате деятельности жизни, или это естественным путем небиологическим появившийся, сформировавшийся органик, который, в общем-то, тоже органики много в Солнечной системе и на тех же кометах, и на том же Плутоне, даже в Меркунии. Во всей Солнечной системе она есть, но только в одном месте Солнечной системы, и в одном месте по сути всей исследованной Вселенной эта органика строит музей и собирается в ней, в них на лекции. На этом у меня все. Спасибо за внимание. У вас, если есть вопросы, вы можете их задать. Спасибо.